Ребята всем привет! Опять находимся у себя в офисе и хотели показать очередную имитацию мрамора из ленецианской штукатурки на тему малахита. Мы уже успели сделать три образца, на мой взгляд самый интересный у нас вот такой вот получился. Уникальность его в том, что он делался полностью кисточками. Мы нанесли сначала первый слой шпателем и потом уже вся прорисовка исполнялась кистями. Да, малахит камень очень сложный в плане прогрессовки, потому что рисунок фантастичный. Мы попытались приблизиться, но кажется, что природу не повторить. Поэтому мы взяли за основу цвета малахита и сделали как бы фон такой малахитовый. Кстати, вот этот образец очень похож на вазу вермитажа из малахита. Рисунок очень похож. Ну да, что-то напоминает. Ну и этот образец мы сделали очень интересным. Хотели с вами поделиться. Дело в том, что здесь прорисовка была сделана намыванием. То есть не шпателями мы рисовали, кистями, а и вот эти линии мы прорисовали намыванием. Да, и основной акцент сделано то, что была сделана серьезная прорисовка. Хотели с вами поделиться, показать, как можно альтернативным методом наносить рисунок такой интересный получился у нас. Такие длинные линии красивые. Богатые, да, более естественные прожилки у нас в этот раз получились. Да, а также такие разломы, например, я прорисовал кистью, а вторым слоем уже карандашом. Да, также видно стабильный глянец, который присутствует на образце. Мы в итоге покрыли все двойным слоем воска, заполировали все и получился такой стабильный глянец. Да, дело в том, что этот образец интересен еще тем, что мы его не шлифовали наждачной бумагой. Мы его намыли, поэтому у нас никаких карабок нету, поэтому у нас получился такой стабильный глянец. Да, значит, также предлагаем вам посетить наш интернет-магазин. Можно приобрести все необходимые материалы, сделать доставку. Доставка у нас работает по всей России, значит, а также можно посетить наши офисы, которые находятся в Санкт-Петербурге и Москве. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, что вы думаете насчет венецианской штукатурки. Может быть, у вас есть какие-то свои технологии нанесения, которыми вы готовы поделиться. Очень будет интересно услышать ваше мнение. Да, интересно послушать, как можно сделать малахит. Интересно послушать советы ваши. Пишите в комментариях. Да, у нас в этой области опыт небольшой, поэтому очень интересно было бы услышать какое-то стороннее мнение. Да, спасибо. Смотрите далее наш видеоролик. Да, на этом мы прощаемся и предлагаем приступить к просмотру всей техники нанесения данного образца. Вперед! Смотрите ролик. До новых встреч. Вот сейчас будем наносить наш рисунок на наш образец. Для этого мы заколеровали 4 цвета. Это три оттенка зеленого и немного черного. Ну, белым светлым я буду рисовать уже последним слоем. Для начала я использую пока только три оттенка. В общем, здесь уже произвольно. Главное, чтобы все цвета лишались. Напомню, что мы этот образец еще никак не делали. Для нас это тоже такая планка. Хотим просто с вами поделиться нашей работой. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, наши два слоя готовы. Для удобства мы перевернули наш образец и сейчас будем наносить рисунок. Для этого я возьму кисточку и сейчас вместо шпателей я буду рисовать кистью. Давайте вместе посмотрим, как это получится. Ну, как бы мы представим образно, что по диагонали они пойдут и хаотичные такие линии будут. Кисточка очень удобна, потому что она, знаете, какая художественная. Сейчас мы заполним вот нашу прожилку. Не бойтесь, смелее пробуйте. Мы потом вот эту фактуру отшлифуем. В качестве материала для прорисовки ты венецианку используешь? Да, ребята, я взял венецианку, чуть-чуть разбавил с водой и я как будто рисую масляными красками. Можно не бояться сделать широкие такие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, дело в том, что в природе камень, он уже хаотичный рисунок. Я просто даю направление. Вы тоже можете фантазировать. Это будет у нас альтернативный метод нанесения. То есть я наношу не шпателами, а, видите, я рисую, а потом я эту фактуру буду намывать. Наш материал позволяет это делать, намывать. Очень интересная технология. Вместе мы все это сделаем. Такой детский рисунок, кажется, но он будет очень красивым. Видите, материал настолько мягкий, что как будто это масляная краска. Я ее разбавил еще с водой и так удобно работать. Можно надеть любой узор. Какой вы хотите. В принципе, любой портрет мрамора. Ты еще не делал такой рисунок? Вы знаете, я делал первый раз. У меня в голове был этот план и я хочу его воплотить вместе с вами. Очень хочется с вами поделиться, как это все получится. Ну и хочется получить хороший результат. Итак, наш фон готов. Наш рисунок, в принципе, можно сказать, подсох. В течение рисунка я взял в влажную тряпку. Чтобы теперь все это оформить, я для начала немножко увлажню образец. Теперь смотрите, что я буду делать. Это очень интересный метод, потому что убирается фактура, выглаживается общий образец. То есть, по сути, не надо вышкуривать. Смотрите, как правдоподобно получается. И я стараюсь вытирать в движении, то есть... Направление? Да, чтобы такое направление было по диагонали. Четкие грани вытираю. Рисую тряпкой. Интересный метод. Хочется конечный результат посмотреть. Как это получится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот что у нас получилось. Направление видно. То есть, я вытер как бы общий рисунок, и видно такие длинные рваные края. Ну, она получилась очень гладкой, потому что я ее... Вот я сейчас вам покажу, кстати, на отблеск. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ее буквально тряпкой... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Протер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видно? Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, сейчас я соединю вот эти длинные продольные линии моей любимой нулевкой подрезанной с тонким волосом. Для этого я, как обычно, взял вилотуру, добавил капельку зеленого колера, разбавил чуть-чуть водой, чтобы можно было длинные такие протяжные линии делать. Сейчас я весь этот рисунок соединю и совмещу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут уже видно четкие очертания. И остается только их соединить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя любимая нулевочка подрезанная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но ты же разные кисточки будешь комбинировать в рисунке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, но мне нравится тем, что этой же кистью можно и большие, широкие делать линии. Добавлю еще темных прожилок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас получится такой рваный мрамор красивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у меня, видите, ровные линии. Также присутствуют такие хаотичные. Стараюсь максимально приблизиться к мрамору, чтобы было похоже. Ну, вы увидели, что, в принципе, это несложно на самом деле. Материал такой легко обрабатывается. Вот этот способ мне понравился тем, что я его... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь видно, что расширение. Ну, и такая же трещина хаотичная. Я сделаю его вот таких темных трещинок немного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я рисунок сформировал вместе с вами. Увидели, что это было совершенно несложно. И на этом этапе я взял наш шпатель, который специально заточен для железнения. И сейчас давайте вместе приступим к железнению и добьемся максимального блеска. Такими короткими движениями аккуратненько, стараясь, чтобы не сбить материал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, главное не наделать задирок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучше начать где-нибудь сбоку, посмотреть. Если есть какие-то задиры, то шлифовать наждачкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так у нас завершающий этап, это нанесение воска. Да, воск я использовал венециано-вакс, натуральный, на пчелиной основе. Мы уже показывали его, выглядит вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то легкий запах, но, по крайней мере, он не ядреный, как у парафинового воска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, да. Ну да, метод нанесения чуть-чуть возьму. И таким движением погуще намазываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я нанес по всему образцу, и сейчас сниму излишек просто, чтобы при полировке было удобнее и легче полировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не дожидаясь полного высыхания, я взял махровое полотенце чистое, и сейчас я его заполирую такими круговыми движениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, всем привет! Привет! Опять находимся у себя в офисе, и хотели показать очередную имитацию мрамора из ленецианской штукатурки на тему малахита. Мы уже успели сделать три образца. На мой взгляд, самый интересный у нас вот такой вот получился. Уникальность его в том, что он делался полностью кисточками. Мы нанесли сначала первый слой шпателем, и потом уже вся прорисовка исполнялась кистями. Да, малахит камень очень сложный в плане прогрессовки, потому что рисунок фантастичный. Мы попытались приблизиться, но кажется, что природу не повторить. Поэтому мы взяли за основу цвета малахита и сделали как бы фон такой малахитовый. Кстати, вот этот образец очень похож на вазу вермитажа из малахита. Рисунок очень похож. Ну да, что-то напоминает. Ну и этот образец мы сделали очень интересным. Хотели с вами поделиться. Дело в том, что здесь прорисовка была сделана намыванием. То есть не шпателями мы рисовали, кистями, а вот эти линии мы прорисовали намыванием. Да, и основной акцентом сделано то, что была сделана серьезная прорисовка. Хотели с вами поделиться, показать, как можно альтернативным методом наносить рисунок такой интересный получился у нас. Такие длинные линии красивые. Богатые, да, более естественные прожилки у нас в этот раз получились. Да, а также такие разломы, например, я прорисовал кистью, а вторым слоем уже карандашом. Да, также видно стабильный глянец, который присутствует на образце. Мы в итоге покрыли все двойным слоем воска, заполировали все и получился такой стабильный глянец. Да, дело в том, что этот образец интересен еще тем, что мы его не шлифовали наждачной бумагой, мы его намыли. Поэтому у нас никаких царапок нету, поэтому у нас получился такой стабильный глянец. Да, значит, также предлагаем вам посетить наш интернет-магазин. Можно приобрести все необходимые материалы, сделать доставку. Доставка у нас работает по всей России. А также можно посетить наши офисы, которые находятся в Санкт-Петербурге и Москве. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, что вы думаете насчет венецианской штукатурки. Может быть, у вас есть какие-то свои технологии нанесения, которыми вы готовы поделиться. Очень будет интересно услышать ваше мнение. Да, интересно послушать, как можно сделать малахит, интересно послушать советы ваши. Пишите в комментариях. Да, у нас в этой области опыт небольшой, поэтому очень интересно было бы услышать какое-то стороннее мнение. Да, спасибо. Смотрите далее наш видеоролик. Да, на этом мы прощаемся и предлагаем приступить к просмотру всей техники нанесения данного образца. Вперед, смотрите ролик. До новых встреч.